Область готовится к приходу большой воды. Очередной паводок, создавший немало проблем в соседней Амурской области, движется вниз по Амуру к еврейской автономии. О текущей ситуации говорили сегодня на Авторадио с заместителем начальника кризисного центра МЧС ИАО. Павел Ходысов сообщил, что пик паводка на территориях нашего региона ожидается с 30 июня по 9 июля. Есть время на подготовку, и оно не теряется даром. На сегодня обстановка с гидрометеорологической обстановкой складывается сложная, но тем не менее под контролем находится Главное управление МЧС России и также лично губернатор области. Созданный работает межведомственный оперативный штаб, который предусматривает и решает проблемы, способные возникнуть при достижении Амуром уровня, отметок, неблагоприятное и опасное явление. Штаб ориентируется на сценарий наихудшего варианта. «Прогнозируется подтопление 11 населенных пунктов в 4 муниципальных районах. Это те районы, которые находятся в дельте реки Амур. Это Октябрьский, Ленинский, Облучинский, соответственно, Медоческий муниципальные районы. В основном объекты под подтопление попадают приусадебные участки и жилые дома». Власти районов и населенных пунктов сейчас выполняют задачи по наращиванию гребней дамб, готовят пункты временного размещения граждан, приводят в готовность технику и насосные станции. «Затариваются мешки песком, укрепляется тело дамбы. Но, опять же, не нужно забывать, что никуда не деться от грунтовых вод». Павел Ходосов рекомендовал жителям опасных зон пребывать в готовности, позаботиться о ценном имуществе, документах, домашних животных и попросил не уклоняться от возможной эвакуации. Полная запись эфира замначальника кризисного центра управления МЧС по ЯО на портале реабир.ру. Дмитрий Егерев, Кирилл Богаченко. Новости 21.